Речь пойдет не о сигнальных путях, не о том, какие генетические нарушения бывают при разных типах рака мочевого пузыря, а скорее о том, какие сейчас существуют тесты в зарубежных и отечественных рекомендациях, каких пациентов, куда направлять и о том материале, который следует направлять. То есть, наверное, это больше будет такой практически ориентированный доклад. Естественно, для медицинского генетика любого многие заболевания делятся условно на наследственные и спорадические. Рак мочевого пузыря здесь не исключение. Есть целый ряд наследственных онкологических синдромов или опухолевых синдромов, как их называют, которые сопровождаются повышенным риском развития рака мочевого пузыря на протяжении практически всей жизни. Из них, пожалуй, в рекомендации уже не первый год, если мы говорим, например, про рекомендации НССН, входит синдром Линча. Конечно, основной орган мишень – это верхние мочевые пути. Именно там развиваются уротелиальные карциномы, у карциномы пациентов с синдромом Линча. Именно в таком виде он входит рекомендации НССН. Что вас должно насторожить, направить на диагностику, если это пациент младше 60 лет, если у него лично либо по семейному анамнезу вы можете увидеть кларектальный рак, эндометриоидный рак, тогда такой пациент является кандидатом для молекулярно-генетического тестирования. В чем оно заключается? Первый этап – это анализ микросолитной нестабильности. При выявлении этой микросолитной нестабильности в том опуховом материале, который доступен, делается, соответственно, дальше поиск герминальной мутации, как правило, это НЖСная панель. Надо сказать, что уже таким консенсусом, общемировым, является тестирование с помощью ПЦР либо ЭГХ при том материале, если это кларектальный рак, а если это какой-то другой материал, какая-то другая опухоль, то предпочтительно использовать ЭГХ в силу не очень высокой чувствительности ПЦР-метода именно на опухолях не из ЖКТ. Так вот, если мы говорим про клинические критерии, все-таки на что должен обратить внимание врач, когда к нему приходит потенциально пациент с синдромом Линча? Это могут быть критерии Амстердам, критерии Беттесден. На самом деле все они писались давно и писались не столько за тем, чтобы выявить как можно больше пациентов с синдромом Линча, а чтобы описать наиболее информативные семьи, изучить синдром, и поэтому они пропускали вплоть до 20-30% пациентов. И отечественным консенсусом является консенсус критериев МИД-сколупректологии Минержих, который разработан Алексеем Сергеевичем Цукановым, ну как в формате результата его докторской, которые более широкие. Они говорят, что тестирование принадлежит человеку, у которого есть кларектальный рак в возрасте до 43 лет, а также кларектальный рак, либо два и более случаев карцином любой локализации у пациента, либо его родственников по одной линии. Как я сказал, тестируем с помощью ПЦР и ГХ, и дальше верифицируем с Энгером. Естественно, задают часто вопрос и врачи, и пациента, а где это все можно сделать бесплатно, ведь НЖС-тестирование, да еще комплексность с предварительным этапом, это же, в общем, не дешевая история. Все знают про Берсей-тестирование в рамках ОМС и так далее, но на самом деле бесплатные опции есть. В частности, у нас медико-генетический центр – это учреждение головное по медицинской генетике, которое работает в том числе по госзаданию и в соответствии с приказом 274 Минздрава об оказании медицинской помощи пациентам с врожденными и или наследственными заболеваниями. Так вот, НЖС-диагностика наследственных онкологических синдромов при наличии соответствующих диагностических критериев, выявленных на консультации нашим врачам-генетикам, это как раз тот случай, когда пациент может попасть по НЖС-диагностике бесплатное госзадание. Но для этого нужно, чтобы была первая очная консультация с заведением медицинской карты именно у нашего генетика, нашего центра, там никакой телемедицины не допускается, и это все происходит в лимитах госзадания на текущий год. Ну, скажу так, если записываться сейчас, это, видимо, будет декабрь, а по некоторым позициям молекулярно-генетическим, которые у нас есть в перечне медуслуг, некоторые из них исчерпаны уже. То есть это, как правило, надо уже узнавать непосредственно в центре. Но, естественно, во многих лабораториях отечественных довольно хорошо его диагностируют, в московских, по крайней мере, и питерских, Евгений Новомович, ну, в общем, по хозрасчетному механизму. Тоже такая опция остается. Еще год назад, когда произошли определенные изменения, все думали, что наступит что-то страшное с НЖС-диагностикой в России, но надо сказать, что такого не произошло. Отчасти за счет прихода китайцев, отчасти за счет параллельного импорта тех реактивов для люмина, которые нужны и так далее. Тем не менее, в общем-то, основные НЖС-тесты продолжают работать в России, а из новых технологий, которые пришли, например, ушедшие Тормофишер Сантифик, можно отметить китайские секвенаторы BGI, MGI. И месяц назад примерно секвенаторы G50, G400 под названием Helicon, правда, российским, получили регистрационное удостоверение Минздрава. То есть, в принципе, это уже такая диагностика, которая может применяться в медицинских учреждениях, и медицинские лаборатории могут иметь с ней дело. Но также секвенатор Genolab уже работает в России, есть панели BGI, в которые входят гены-кандидаты синдрома Линча. Теперь мы перейдем к спорадическим случаям рака мочевого пузыря, которых, естественно, гораздо больше, чем этих единичных синдрома Линча. Еще недавно рак мочевого пузыря был немножко в стороне вот такого массового молекулярно-генетического тестирования, ну, потому что не было зарегистрированного препарата с определенной молекулярной мишенью. Ситуация изменилась совсем недавно, благодаря тому, что получил регистрационное удостоверение Эрдофетиниб, препарат, который применяют для лечения взрослых пациентов с местно распространенным или метастатическим уротелиальным раком, и обязательным условием является определение в опухоли активирующих мутаций, либо миссенс-мутации в гене FGFR3, либо химерных генов с влечением генов FGFR3 и FGFR2. И, в общем-то, частота, как вы видите вот здесь, вот в одном из обзоров на эту тему, она очень такая варьирующая, я бы сказал, странная, 10-60%. Любой нормальный человек скажет, так 10 или 60, все-таки в чем-то здесь дело, да, и какое количество пациентов ожидаемо получит эта терапия, у них будет выявлена мутация. Но на самом деле мы, если посмотрим, то увидим, что по данным ряда метаанализов поверхностные уротелиальные опухоли, они представлены, как правило, люминальным по типам, и там часто бывают мутации FGFR3. Тем не менее, если мы берем инвазивные опухоли, они же могут быть и первичным инвазивным раком, где совершенно другой молекулярно-генетический портрет, там множественный делец РБ1 по 53, явление хромотрипсиса, множественных перестроек и делеца и так далее. Это, так сказать, одна история в плане канцерогенеза. Но может быть и прогрессия исходно других по типам. И поэтому считается, что если мы берем вообще метастатические, неоперабельные, местно распространенные формы, то там частота аберрации FGFR составляют вплоть до 20%. Это, в принципе, солидная цифра для того, чтобы разрабатывать программу и начинать молекулярно-генетическое тестирование мишени мутации в гене FGFR2 и 3. Надо сказать, что эти мутации в гене FGFR3 вместе с мутациями в других генах, как, например, FGFR3, использовались в ряде работ, и в том числе вот здесь наша работа, для попытки все-таки оценить прогноз в такой узкой нише пациентов, как немышечный инвазивный рак мочевого пузыря промежуточного риска прогрессирования, когда мы оцениваем по шкалам. Надо сказать, что такие работы есть, но, в общем-то, то значение позитив-предитив-вэлью и, в общем-то, диагностическая точность, которую мы получаем, она все-таки не позволяет их прямо рекомендовать куда-то в очередной апдейт клин-реков. Это все-таки больше пока результаты НИР. Так, сфокусируемся на мутациях FGFR на значении ордофитиниба. Что мы ищем там с помощью молекулярно-генетических методов? Активирующие мутации FGFR3 — это, во-первых, и главных точковые миссенс-мутации, и те химеры, которые образуются с участием двух генов FGFR. Надо сказать, что по механизму образования это вообще такие интересные химеры. Там не тот классический вариант, когда у вас есть сильный промоутер и киназная часть, а как раз там неважно, по сути, кто является партнером, важно, чтобы промоутер там есть у него сильный или нет, а важно, чтобы партнер гена FGFR кодировал какой-то демеризационный домен очень сильный. Когда происходит демеризация за счет партнерской части, активируется, соответственно, киназная часть FGFR. Изначально вообще ордофитиниб за рубежом был зарегистрирован вместе с тест-системой от Кайджина, это раскриновское семейство тест-систем, FGFR, вы видите, RT-PCR-кит, то есть Real-Time PCR. Но в силу, опять же, изменений, которые произошли за последний год и так далее, нельзя сказать, что здесь есть прямые поставки в Россию, кто-то сейчас с этой системой активно работает. А если все-таки не эта система, которая зарегистрирована как companion diagnostic kit, что еще может быть в виде локальных решений? Ну, естественно, лаборатории, которые были вовлечены изначально в систему FGFR-тестирования, пошли по пути некого замещения. Скажем, а в Новосибирске лаборатории, которая работает в этой системе, разработала сейчас свою панель на Real-Time, и она, в общем, проходит валидацию. Это лаборатория Филипенко. Дальше. Есть, на самом деле, китайская альтернатива, например, наборы ОМОИ, которые являются мультигенными панелями ЛНГС, и туда входит все семейство FGFR. FGFR-1, 2, 3, 4, на самом деле. То есть точковые мутации, по крайней мере, они позволяют оценить, и ряд химер клинически значимых тоже. И что хотелось бы сказать, что с 2021 года, вот здесь много мелкого текста, поэтому я скажу, наверное, так словами основной, действует совместная программа Российского общества клинической онкологии, компания Янсен и тех лабораторий партнеров, которые влечены, ну и тех врачей, естественно, которые зарегистрированы в программе РУСКО и могут направлять материал для молекулярно-генетической диагностики, программа по FGFR-диагностике. Схема звучит примерно так, что врач должен зарегистрироваться в системе, он отправляет бесплатно, естественно, материал и данные пациентов. РУСКО выступает в данном случае таким оператором всего этого процесса, она направляет блоки стекла, там, соответствующие данные, в одну из четырех лабораторий, которые изначально были влечены в эту систему. Ну, они, на самом деле, на сайте и где-то в материалах русской обозначены 1, 2, 3, 4 из такой политкорректности, скажем, но я не являюсь, в общем-то, из русско-каким-то, да, должностным лицом, поэтому я могу сказать, что это лаборатория МИС-онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге, там Геннамич Минитов, лаборатория Максима Леонидовича Филипенко в Новосибирске. И они сейчас действительно в основном работают по этой программе. Лаборатории, которые изначально были, но пока временно, скажем, до выбора метода тестирования, который должен прийти на смену Тро-Скременскому Киту, временно пока не очень-то в этом участвуют, но, тем не менее, формально есть, они будут участвовать. Это лаборатория Ирины Анатольевны Демидовой, 62-й онкологической больницы, лаборатория медико-генетического центра наша. И эта программа, естественно, модерируется РУСК, собираются отчеты, и что касается именно частот мутации, сколько пациентов прошло, и какие могут быть получены результаты в плане назначения препаратов, они, в общем-то, есть и у РУСК, и у компании Янсен. Если совсем коротко, и взять те данные, которые были по этой системе на сентябрь месяц, на 10-е число, по крайней мере, когда их давали, то выполнено всего тестов у нас в России 289, ну, валидный тест имеется в виду те, где там блоки, стекла, все с ним было в порядке, из блоков можно было выделить и РНК, и ДНК, в общем, все было хорошо, да, 264 будем считать. Из них количество пациентов с выявленными аберрациями от GFR суммарно 37, что составляет примерно где-то там 12-13% среди всех тестированных, и примерно 14 среди тех, где с материалом было все хорошо, да. На самом деле эти цифры, они соответствуют мировым цифрам, и это как раз первый и главный признак того, что делается более-менее все хорошо. Поэтому вы можете позвонить на горячую линию РУСКО, и все это висит, естественно, у них на сайте, и направлять материал на FGFR-диагностику для последующего решения о возможном назначении эрдофитиниба. И, конечно, существуют работы, которые ищут и прогностические маркеры, да, при раке мочевого пузыря, особенно в ТВСК-кагорте, у пациентов с неопределенным прогнозом при поверхностных формах. Но здесь я почему не стал это выносить тоже? Во-первых, это пока результаты прикладных НИР. И, кроме того, мне все-таки кажется принципиальным сначала что-то уже зарекомендовавшее себя хорошо и внесенное в рекомендации, например, НСИЭНа, внести в апдейт наших клинических рекомендаций по раку мочевого пузыря, который, кстати говоря, в этом году, собственно, и должен произойти этот апдейт, да, они должны как-то обновиться. И на эту тему были круглые столы, в том числе с Лигой пациентов вместе против рака и с Российским обществом анкурологов. Будем надеяться, что эта работа ведется в штатном, что называется, режиме. А потом уже говорить о, скажем, более научных вещах. Надеюсь, что доклад был полезен врачам, которые, я вижу, здесь собрались. У меня все тогда не на древнем. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...